200 тысяч из миллиона трудоспособных. Цифры безработицы в Дагестане не радуют. Свадьба в подарок. Фонд Инсан провел уникальную акцию, аналогов которой еще не было в Дагестане. В шесть сотен героев-медиков. Акция «Слава врачам» по реабилитации медработников, боровшихся с пандемией, завершилась. Но будет и продолжение. Здравствуйте! Это «Итоги недели» на канале ННТ. И я, Мурад Ахмедов. Строительство школ и детсадов почти на 15 миллиардов рублей развернуто в Дагестане. Об этом сообщают в правительстве республики. Для ликвидации в школах трехсменки и решения вопроса нехватки мест в детских дошкольных учреждениях из федерального бюджета выделены значительные средства. Всего строится 77 социальных объектов. В их числе 57 детских садов и 20 школ. Часть соцобъектов возводится в рамках передислокации Каспийской флотилии в Дагестан. В этой связи власти республики обратились к президенту России с просьбой привлечь Министерство обороны страны в качестве исполнителя работ строительной отрасли. В нашей республике более 120 сельских семей получат новое жилье. В Дагестане продолжается реализация государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий». Одним из ее направлений является улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности. В этом году на эти цели выделено более 80 миллионов рублей из федерального и республиканского бюджетов. Благодаря этим средствам 122 дагестанские семьи в селах смогут приобрести жилье. Об этом сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия республики. Тем временем в Дагестане все сложнее трудоустроиться. Свыше 200 тысяч человек не могут найти работу в республике. Об этом свидетельствуют данные на сайте Дагестанстата. Доля безработных среди трудоспособного населения Дагестана по итогам второго квартала этого года составила 17,4%. Из более чем 1 миллиона трудоспособных жителей безработными остаются 211 800 человек. Это на 4,3% больше, чем во втором квартале прошлого года. Значительно выросло количество людей, состоящих на учете в службе занятости. В конце второго квартала прошлого года на одну вакансию, заявленную в службу занятости, претендовали 26 человек. А в июле этого года на одну вакансию приходилось уже 102 человека. Прививки от гриппа и пневмококковой инфекции сделали министр здравоохранения республики и руководитель Роспотребнадзора по Дагестану. В этом году в Дагестане предстоит привить от гриппа 60% населения. Это делается для того, чтобы избежать чрезмерной загруженности лечебных организаций в осенне-зимний период, который потенциально может осложниться вспышками коронавирусной инфекции. В республику уже поступило более 200 тысяч доз препаратов для привития. В ближайшие дни в регион прибудет свыше 300 тысяч доз вакцины от гриппа для детей. Препараты распределены по всем районам Дагестана. Врачи отмечают, что прививая зараженные вирусными инфекциями граждане, легче переносят болезнь. Сегодня с Джамалдином Алиевичем мы вакцинировались. Мы, наверное, сегодня первые пациенты. Вот, с вакциной SovinGrip, это очень хорошая российская вакцина, которая в течение 10 дней формирует иммунитет против гриппа. Насколько важно, это недооценить важность данного мероприятия нельзя. Почему? Потому что весной мы столкнулись с моноинфекцией, с коронавирусной. На сегодняшний момент осенний сезон характеризуется тем, что начинают циркулировать респираторные вирусы, начинает циркулировать вирус гриппа. Если у человека будет микс инфекция, то есть будет и коронавирус, и грипп, течение данной инфекции будет значительно тяжелее. Первыми в вакцинации участие примут сотрудники правительства Дагестана и администрации городов и районов республики. В силу специфики работы они много контактируют с людьми и находятся в зоне риска. Могут и сами заболеть и явиться источником распространения инфекции. В строю МВД Дагестана пополнение. На неделю в стенах ведомства, в торжественной обстановке, министр внутренних дел по республике Дагестан, генерал-лейтенант полиции Абдрушид Магомедов, вручил служебные удостоверения выпускникам вузов системы МВД России, прибывшим для дальнейшего прохождения службы в Дагестан. В мероприятии приняли участие и начальники подразделения МВД, в которых новобранцам предстоит нести службу. Отучившись пять лет в высших учебных заведениях МВД России, получив офицерские звания, выпускники вузов продолжат службу в системе МВД, в следственных подразделениях, уголовном розыске и других службах. Абдурашид Магомедов обратился к молодым офицерам со словами напутствия, подчеркнув, что МВД за последние годы потеряла на фронтах борьбы с преступностью и терроризмом более 400 сотрудников. Ни в одном субъекте Российской Федерации нет такого количества героев России, как МВД по республике Дагестан. Министр лично вручил 55 новоиспеченным лейтенантам служебные удостоверения и пожелал им успеха. Вы избранные люди, потому что будете заниматься справедливостью. Так получилось, что все вы закончили, именно учебные заведения Министерства внутренних дел и в системе МВД по республике Дагестан будете заниматься справедливостью. Должен сказать, огромной ценой мы выполняли и выполняем свою задачу. 8 сентября исполнилось 97 лет со дня рождения Расула Гамзатова, прославленного дагестанца, известного советского и российского поэта, прозаика, переводчика, публициста и политического деятеля. К могиле народного поэта Дагестана и памятнику мастеру слова в Махачкале возложили цветы представители органов государственной власти, депутаты, общественные деятели и известные поэты. В эти дни в честь поэта в Дагестане традиционно проходил Международный гамзатовский литературный фестиваль «Дни белых журавлей» под эгидой ЮНЕСКО, который собрал представительную делегацию писателей из разных уголков России. В рамках форума состоялись литературные чтения, круглые столы и поэтические вечера, которые прошли в районах и городах республики. На торжественном митинге в парке Ленинского комсомола, открывая форум, выступили друзья и коллеги Расула Гамзатова, которые приехали почтить его память. Они читали стихи, рассказывали о значимости литературного творчества и о том, каким незаурядным человеком был дагестанский поэт, основавший уникальный поэтический фестиваль, аналогов которому нет в мире. Мое уважение к нему было безмерным. Вы знаете, много раз я бывал в одних компаниях, в поездках. Вы знаете, когда я начинал говорить, что все стихало, потому что в нем была какая-то магическая сила авторитета. Он никогда не старался, он всегда как шутил, он был очень прост, доступен в общениях, совершенно перерасплатен, все перелез в карман и так далее. В это ощущение он был человек. С одной стороны компанейский, но с другой стороны все понимали, вот это ощущение величины философской, поэтической, гражданской оно было. И вы знаете, что счастлив народ Дагестана, который хранит эти святыни. Дагестан – самый гостеприимный край в России. Так считает герой нашего следующего сюжета. Мастер отделочных работ из Москвы знакомится с народами, проживающими на необъятной территории Российской Федерации, самой большой страны в мире. Парень путешествует по дорогам Родины на велосипеде. До страны гор он доехал за 20 дней. О своих впечатлениях от увиденного он рассказал моему коллеге Курбану Рагиму. Москва, Рязань, Саратов, Волгоград, Махачкала. 2000 километров, расстояние немаленькое. На каком бы виде транспорта его не преодолевали. Пока границы закрыты, Иван Ярочкин решил объездить страну на велосипеде. Путешественник говорит, выбрал самый бюджетный вариант. Потому что на велосипеде ты чувствуешь, как говорится, через кровь и пот именно Россию. На машине ты очень быстро пролетаешь, самолет, поезд – это еще быстрее. А автостоп мне не нравится. А пешком – это просто долго. А велосипед – это идеальный вариант. Получается, деньги он не тратится на него. И получается такой более-менее бюджетный вариант. В Дагестане Иван постарался испытать все особенности быта и привычной жизни местного народа. Основное время путешествия по региону, а длилось оно около недели, провел в южной части республики. Помимо прогулок по древнему Дирбенту, совершил восхождение на Шалбуздак и опробовал целебные источники в селе Ахты. Больше всего, признается велосипедист, кроме красоты природы, его впечатлил радушный прием дагестанцев. Была такая история, очень интересная. Я стоял, кушал мороженое, приезжает водитель газели, у него там были дыни. Дает мне одну дыню, вторую дыню, третью. Я говорю, ну вот куда мне их везти просто? Дай мне одну, мне хватит. Она говорит, нет, ты сейчас одну здесь ешь, а двое с собой забираешь. Но что касается именно человеческого отношения, это лучшие люди, которые я встречал. Я, можно сказать, объездил почти всю Россию. Здесь именно такое душевное гостеприимство, которое не на показ. То есть даже если у тебя случилась какая-то беда, ты можешь подойти почти абсолютно к любому человеку, и он тебе поможет. К сожалению, не во всей России так. Любовь к двухколесному коню появилась у Ивана только в прошлом году, но тем не менее он уже успел добраться на нем до Байкала и до самой северной точки России. Всего проехал уже порядка 13 тысяч километров. Катание на велосипеде – это хобби мужчины. Сам он мастер внутренних отделочных работ, хотя имеет высшее экономическое образование. Получается, я где-то 7-8 месяцев работаю на стройке, у меня такие проектные. То есть объект сдал, и на все лето я уезжаю путешествовать. Деньги заканчиваются, я возвращаюсь и опять работаю. У меня высшее экономическое образование. Я пару лет проработал в офисе в отделе закупок и товародвижения. Потом уволился и начал себя искать, потому что хотелось работать руками. Прогулка по Махачкале – последний пункт дагестанского путешествия велогонщика-любителя. Домой Иван отправится на поезде, у вас за собой незабываемые впечатления от посещения региона, так разительно отличающегося от сложившихся негативных стереотипов. Стоял, значит, кушал мороженое, это где просто дали килограмм яблок, точнее груш, бананов и хлеба. Курбан Рагимов, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. Впервые в Дагестане состоялась благотворительная свадьба. Сразу три пары одновременно отмечали знаменательный день в своей жизни. Организатором этого радостного события выступил фонд «Инсан» при поддержке меценатов. Посетили торжественную церемонию представители власти, общественники и именитые спортсмены. О том, как проходило отродное празднество, расскажет Хамзанур Магомедов. Три пары, три новые семьи, рука об руку, плечом к плечу, направились в первую очередь в центральную мечеть, чтобы с благословения имама, следуя пути славного пророка, мир ему, вступить на новый ответственный путь в своей жизни. «Пусть забота и взаимопонимание, нежность витают в вашем браке». Имам своей молитвы попросил Господа даровать молодым парам благополучие и счастье и вручил им свидетельство о браке. Далее они направились в банкетный зал, где их ждали близкие, родственники и друзья. Бурные аплодисменты и свадебные нашиды сопровождали молодых внутри зала. Им преподнесли не мёд и халво, как полагается по обычаю, а самую лучшую воду на земле – зам-зам. Столы накрыли разнообразной едой. Известные исполнители нашидов порадовали гостей авторскими произведениями. Ведущий мероприятие произнёс слово приветствия и предоставил гостям возможность поздравить молодых. В первую очередь дали слово родителям и опекунам новобрачных. «Я надеюсь, что у нас есть бухтеатр, такой муки, до всего, до больницы, до тех, до поликлиник, до духовного центра, до жизни молодых тоже». Свадьбу украсила и увлекательная викторина. Правильно ответившим на вопросы подготовили призы. Поддержать первую благотворительную свадьбу пришли представители министерств и ведомств республики, общественники и известные спортсмены. «Это большая поддержка и для семьи, и для молодых. Поэтому, я считаю, это очень важная акция. Её нужно продолжать и поддерживать». «Здесь, насколько я знаю, соединяются узы представителей разных национальностей. И поэтому, я думаю, этот проект, он очень удачный и получит большое распространение в нашем многонациональном Дагестане». «Я думаю, что кому-то это ещё понравится, и я думаю, возьмут примеры с этого». Организаторы совместной свадьбы, а в их числе, прежде всего, благотворительный фонд «Инсан», отмечают, что провести торжество удалось за счёт меценатов, которые обратились в их организацию с предложением помочь нуждающимся молодым людям. «И в свою очередь, организация такого мероприятия с участием нескольких пар молодожёнов, она может стать примером и для других меценатов, которые у себя на местах, и в сёлах, и в других городах, они могут брать под опеку малоимущих, нуждающихся таких же пар, которые не имеют возможности, чтобы организовать эти мероприятия и проводить такие мероприятия». Представители Муфтиата отмечают, что подобные свадьбы помогут искоренить такие обычаи, которые оттягивают процесс бракосочетания из-за финансовых трудностей и не только наносят моральный вред молодым людям, но и портят общественные нравы. «Сыграть свадьбу можно скромно и попроще. Не нужно из-за отсутствия чего-либо затягивать и ждать, задержать свадьбу. Можно это делать попроще, по рекомендации пророка, саллиллаху алейху ассаляму. И мы надеемся, что нас поддержат и примут насыщат пророка, саллиллаху алейху ассаляму, для нашей умы». Три молодые пары. Первые, кто проявив смелость, согласились принять участие в совместной свадьбе. Молодожёны не скрывают не только своей радости, но и смущения. «Хотели, чтобы была барракатная свадьба. Мавлид». После банкетного зала молодые пары направились в духовный центр имени пророка Аисы, мир ему. Здесь их встретили мёдом и халвой. «Когда ваш муж рядом, не берите в руки телефон. И Инстаграм, Ватсап, Телеграм и всё это для вас, муж. А когда вы так будете вести себя, мужья тоже не будут сидеть в телефоне, на что в последнее время жалуются многие жёны, и причиной семейного конфликта является телефон». Руководство центра преподнесло для новобрачных драгоценный подарок. Молодые люди вписали свои имена на камнях, которые возложат в стену крупной мечети, которая будет нести имя пророка Мухаммада, мир ему и благословение. Необычная свадьба завершилась памятным коллективным фото. Главный посыл уникального проекта прост. Скромная свадьба – это возможно. И подобные свадьбы с фондом «Инсан» будут организовываться и в дальнейшем. Хамзанур Магомедов, Магомед Магомедов, Мурат Бигбарзов, телеканал ННТ, Махачкала. Свыше 500 медработников прошли реабилитацию в научно-оздоровительном комплексе «Журавли» на берегу Каспийского моря. Там завершилась очередная, седьмая по счёту смена врачей, проходивших восстановительную реабилитацию после борьбы с COVID-19. Накануне подвели итоги акции и обменялись опытом медицинские работники всех смен, прибывшие из разных уголков Дагестана и даже других регионов страны на научно-практическую конференцию «Лечение и реабилитация больных коронавирусной инфекцией». Подробности в следующем сюжете. Бесплатная реабилитация на берегу Каспийского моря подошла к концу. В течение двух с половиной месяцев здесь побывало свыше 500 медработников. Многие врачи, чтобы восстановиться после длительной и изнуряющей борьбы с опасной болезнью, приехали сюда из отдалённых районов Дагестана, а кто-то даже из соседних регионов. В течение недели каждая из семи смен поочерёдно проходила оздоровительный курс, состоящий из гидропроцедур, аромотерапии, дыхательной гимнастики и психологической реабилитации. Всё за счёт научно-оздоровительного центра. «Это сказка. И на самом деле психологическая поддержка тоже была. Первый раз. Нам всем пришлось очень тяжело. Это было настолько страшно, что даже не хочется это вспоминать. И не хочется отсюда уходить, зная, что у нас опять ждёт то же самое. За стенами этого прекрасного здания». Все эти процедуры проходили в рамках акции «Слава врачам», первый этап которой завершился. Но о полном сворачивании проекта речь не идёт. Гендиректор комплекса заверяет, что на базе объекта готовы продолжить акцию только с привлечением спонсоров. «Мы должны сейчас начинать эстафету. Мы ждём наших великих земляков, которые, я имею в виду и Дагестан, и России, которые могли бы первую эстафету взять. На сегодняшний день 44 профессора из разных государств на многих языках пишут нам письма, оказывают нам поддержку финансовую, кстати, уже три человека. И они просят сделать её международной акцией». По итогам акции на базе комплекса организаторы провели научно-практическую конференцию, чтобы подытожить практику пребывания на своеобразном реабилитационном форуме, организованном для врачей-героев, где они обменивались опытом и узнали больше о неизведанной угрозе, которая сегодня нависла над нашим обществом. Более 140 врачей присутствовали в зале, привлекли к обсуждению и московских специалистов, говорили и о текущей ситуации с распространением вируса. К сожалению, положения в нашей республике не улучшаются. В больницах всё ещё есть пациенты с COVID-19. «Ситуация сложная. При этом вот в эти дни поступают пациентов от 300 до 400. Я неоднократно говорил и сейчас повторюсь. Когда одномоментно, взрывным характером поступают пациенты в клиники, конечно, очень сложно, очень тяжело медицинскому персоналу работать. И плюс ко всему, и внимания конкретному больному получается чуть меньше. И все эти запасы, которые есть по лекарственному обеспечению, по средствам нервной защиты, конечно, они одной части могут уйти. Но при этом мы можем, конечно же, и беречь своих родных и близких, старших наших и те, которые имеют хроническое заболевание, своим отношением, ответственным отношением». Акция «Слава врачам», в рамках которой медработники смогли отвлечься от главной проблемы сегодняшнего дня, стала для них отдушиной. А научно-оздоровительный комплекс «Журавли» – местом силы, на выходе из которого им удалось почувствовать новый заряд энергии. Перед каждым из них стоит и сегодня большая задача – защитить своих земляков от невидимого врага. Хадижа Курбанова, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. Большое дело для большой семьи. Мечта матери-одиночки из Кизелюрта, которая воспитывает пятерых детей, сбылась благодаря благотворительному фонду «Инсан» и неравнодушным людям. Теперь у семьи есть свой дом. Побывала в гостях у новоселов и моя коллега, Патимат Ханапова. Всем благодарю, что вы распили меня, не бросили беду. Аминат Ахмедова – мать-одиночка, воспитывает пятерых детей. После смерти мужа на нее легла вся ответственность за семью. Все это время они жили на семных квартирах. Купить собственное жилье не позволяли обстоятельства. У женщины был очень маленький доход. И вот главное ее желание наконец-то исполнилось. Я вообще чувствовала, когда сюда переселюсь, я ищу квартиры. Три ночи я не могла спать. Не знала, что это мой дом. А есть у вас еще какая-то мечта? Наверняка до этого у вас было желание приобрести дом, главная ваша цель. А сейчас чего бы вы хотели? Мне больше ничего не надо. У меня свое богатство, вот мои пятерые детей и вот этот дом. Я больше ничего не хочу. Всевышний Аллах – то, что я хотел, дал. Совсем недавно женщина перенесла микроинсульт. Несмотря на состояние здоровья, Аминат продолжает работать и заботиться о своих детях. Ну а ее старательность и усердие местные тут оценивают по достоинству. Этот случай отличается тем, что в первую очередь сама эта женщина проявила, в данном случае, может быть, некорректно говорить, но она проявила мужество о том, что смогла поднять пятерых детей, не отпустила руки. И из-за того, что ее мужество мы увидели, тоже подключились, аль-хамду-ля, и молодежь, и джамаат этого села активно приняли участие. В данном случае мы видим пример того, что один человек, наверное, не смог бы помочь полностью этой семье. Но объединившись, кто сколько сможет, вот так понемножку, аль-хамду-ля, мы видим, что смогли для человека целый дом приобрести. И действительно, руку к этому доброму делу приложил не один человек. Откликнулся весь Дагестан. Часть сеть собрал фонд «Инсан», часть – молодежь села Султанянгий-Юрт. Но и сама Аминат не осталась в стороне. Неустанно ее стремление увидел благотворительный фонд «Инсан», призвал жителей данного населенного пункта совместно оказать посильную поддержку, помощь. За что хочется выразить огромную благодарность и признательность молодежи данного села, которые единодушно собрались вокруг этой акции и оказали очень большую поддержку и помощь. Кроме того, «Инсан» подарил семье стиральную машину и продукты питания. Благотворительная организация оказывала помощь Аминат и Ранее. Женщина является подопечной фонда. Мое личное мнение, что «Джамат» может восплатиться и работать, если он будет полностью и всецело слушать имамов, работать непосредственно с муфтиатом и проводить такие работы, будет намного легче и быстрее. Потому что вся наша религия ведет на то, чтобы помогать ближним, смотреть, кто есть рядом и работать вместе и быть как один кулак. Теперь большие проблемы большой семьи в прошлом. А это значит, признается Аминат, ей удастся уделить большее внимание детям. А за что ты любишь маму-то, расскажи. «Инсан» молодежь, если они не поддерживают, работают. Потому что она есть. Патима Тханабова, Магомед Магомедов, Новости ННТ, Кизюртовский район. Совместную реабилитацию для детей с ограниченными возможностями здоровья и наркозависимых пациентов впервые на практике, первые лет в Дагестане. На спортивно-оздоровительной базе наркозависимые находились неделю и проходили адаптацию после долгого лечения в реабилитационном центре. Подробности в нашем сюжете. Такую реабилитацию на базе спортивно-оздоровительного комплекса после курса медицинского лечения впервые организовали для наркозависимых пациентов в Центре Свобода и Крепость, совместив ее с процедурами для детей с ограниченными возможностями. Самые зависимые люди, они эгоисты, они безответственные. Этим самым мы хотели как-то больше взрастить какие-то их качества, где они взращивают себе эти ценности. И этот опыт уже могли как-то принимать для себя, примерять на себя. Они взращиваются здесь как личность и уже могли передать это в дальнейшем уже своим детям, своим родственникам. Подобное объединение проектов с разной категорией людей на одной площадке происходит впервые. Ветераны брали шество над наркозависимыми, а они в свою очередь над детьми. В комплексе такие мероприятия способствуют социализации зависимых, вызывая в них чувство ответственности, долга и заботу о ближних. Ребята стараются, они хотят быть полноценными гражданами, а когда желание есть, я думаю, что все это исполнится. Я им желаю, чтобы они действительно, им надо еще время, время нужно для того, чтобы полностью себя привести в нормальный вид. И я им советую держаться так же. В рамках этого мероприятия каждый реабилитант из центра проходил социальную адаптацию. Ребята ухаживали за детьми, которые болели ДЦП. Играли с ними, помогали им и родителям детей. Участникам посчастливилось на свежем воздухе позаниматься спортом с известными дагестанскими бойцами. Также они катались на лошадях и купались на море. Такая практика для них – дверь в новую жизнь, без зависимости и пагубных привычек. Там, где они уверенно смогут строить свое будущее, не оглядываясь назад. Мы прибыли на базу отдыха «Лотес» по приглашению Тагира для совместной социализации ребят наркозависимых, инвалидов. И, то есть, серебряные волонтеры – это люди с жизненным опытом. Там ветераны МВД. В первый раз такой проект происходит вообще в Дагестане. Ну, я и не слышал когда-либо, что такое происходило. Мне, соответственно, как руководителю центра, ну, это нравится. Так что, ну, наконец-то кто-то обратил внимание на нас, решил совместно как-то провести мероприятие, так, чтобы было в помощь и нам, и, соответственно, детям, будущему нашим. Алина Багилова, Нурмаганед Маганедов, телеканал ННТ «Касписк». В Дагестане продолжается акция «Помощь рядом». Республиканский профсоюз работников здравоохранения постоянно оказывает поддержку медикам в период пандемии. С начала распространения инфекции в Дагестане силами организации была оказана помощь 5000 медицинских работников. Накануне также были отправлены несколько партий пищевых наборов в медучреждения. Об этом расскажет Хадижа Курбанова. Помощь тем, кому сейчас нелегко. Профсоюз работников здравоохранения вместе с волонтерами-медиками активно собирают продуктовые наборы. Отправятся они к медработникам, у которых многодетные семьи, матерям-одиночкам и всем, кто особенно нуждается в помощи. Все это происходит в рамках акции «Помощь рядом», которая инициирована профсоюзом совместно с партийным проектом «Единая Россия. Здоровое будущее». Мы сегодня говорим о том, что мы будем помогать не только продуктовыми наборами, не только средствами индивидуальной защиты, но и мы всегда рядом с медицинскими работниками по вопросам начислений компенсационных, стимулирующих выплат, по поводу трудовых взаимоотношений с руководством лечебных учреждений, где они работают. Потому что, на наш взгляд, именно сегодня эта работа крайне и архиважна. За время проведения акции 28 медицинских учреждений республики также получили средства индивидуальной защиты и дезинфицирующие растворы. В их числе и городская клиническая больница, и центр инфекционных болезней, которые первыми начали прием больных с коронавирусной инфекцией. В данный период, в период пандемии, когда нам предложили помощь от профсоюза работников здравоохранения в обеспечении продуктами для тех семей, которые реально нуждались, многодетные семьи, матери-одиночки, таких коллег в нашем учреждении достаточное количество. Подавали заявки, конечно же, многие. И всем этим людям оказали достойную помощь. Рискома профсоюза оказывается непосильная помощь, поддерживает наших медработников. Сегодня тоже такая акция, что они нам дают продуктовые наборы. До этого тоже у них была такая акция. Помимо этого они предоставляли путевки нашим медработникам, которые заболели от коронавируса, бесплатные путевки в санатории. Не обошлось и без колоссальной помощи волонтеров-медиков, которые ежедневно собираются на базе организации, чтобы упаковать и отправить посылку адресатам. Приходят сюда и новички, и те, кто с первых дней распространения заразы в рядах добровольцев. Мне нравится быть частью благого тела, так как я считаю, что добро возвращается, и необходимо всегда делать добро, потому что никто не знает, что будет завтра. Возможно, завтра мы окажемся в такой ситуации, и нам тоже помогут. Знак внимания тем, кто встал на защиту населения Дагестана от коварной болезни, сейчас крайне необходим, считают председатели Республиканской профсоюзной организации. Акция проводится с первых дней распространения пандемии на территории республики. За это время более 5000 медиков получили помощь от профсоюза. К сожалению, болезнь и сегодня не отступает. Врачи продолжают бороться с вирусом, но немногие дагестанцы осознают всю серьезность ситуации. «Опасность рядом с нами. И самое страшное, что эта опасность невидимая. И очень важно, чтобы мы все, уважая друг друга, соблюдали масочный режим, обрабатывали руки, как бы это банально ни звучало, но какими-то, да, вот, санитайзерами. И, конечно же, это перчатки. Учитывая то, что сегодня жарко, учитывая это время года, все это, конечно, крайне тяжело для выполнения. Но это наше спасение. Спасение нас, наших близких». Использование средств индивидуальной защиты и следование рекомендациям специалистов поможет врачам выстоять в этой неравной битве, обезопасить здоровье людей, тем самым спасая от перегрузки медучреждений республики. Ну а пока опасность все еще здесь. Акция «Помощь рядом» продолжается. Хадижа Курбанова, Мусас Алгиреев, телеканал ННТ, Махачкала. Квантовый прорыв. Аспирант КДГУ Марьям Курбангаджиева получила грант Российского фонда фундаментальных исследований. Проект молодой ученой связан с изучением квантово-оптических эффектов взаимодействия лазерного излучения. Теперь у исследователей будет дополнительная финансовая поддержка. В лаборатории побывала моя коллега Зумрудгамидова, которая попыталась объяснить сложные научные формулы простым языком. Марьям Курбангаджиева – не спортсменка, не чемпионка мира. Молодая и талантливая ученая разбилась в терятии по том, что Дагестан – республика спортсменов. Марьям – победительница в другой области. Девушка работает над исследованием квантово-оптических эффектов. Реализация ее проекта предполагает разработку физических механизмов, лежащих в основе взаимодействия световых полей с атомарными системами. Изучение таких явлений – дело непростое, ведь в этих сферах не работают законы классической оптики. То исследование, которое мы проводим, это как раз-таки относится именно к этой сфере. Как мы знаем, я попробую попроще сказать, в классической физике, к которой мы привыкли, когда свет проходит через какую-то среду, он просто поглощается. А здесь мы наблюдаем обратный эффект, то есть мы наблюдаем усиление света. Это как раз-таки явления, которые мы видим только в мире элементарных частиц. То, что мы здесь исследуем, это микромеры, это элементарные частицы. Такие современные технологии позволяют создавать интеллектуальные системы для осуществления трехмерных пространственных манипуляций с микрочастицами. К примеру, ученые разработали оптический пинцет – устройство, которое с помощью лазерного пучка перемещает микроскопические объекты, сохраняя их внутреннюю структуру. Проще говоря, с помощью света, без механического воздействия, можно перемещать отдельные атомы частицы. Это можно применить в медицине, например, и так далее. Как-то регулировать частоту. Физика и молодая ученая заинтересовалась еще в школе, а с годами наука стала делом всей ее жизни. Марьям говорит, что это только на первый взгляд кажется тяжелым. На самом деле физическое образование позволяет говорить просто о сложном. Как говорит один из моих преподавателей, физика – это наука от Бога. Физика вокруг нас. Если бы не физические законы, жизнь была бы наполнена чудесами. Мы просто воспринимаем их как данность, потому что мы с детства с ними знакомы. И это очень приятно, с одной стороны, понимать, почему так происходит. Например, как мы все любим лежать, например, на мягком, нежели на твердом. А почему так, это тоже объясняет физика. По ее словам, она и ее команда пытаются сделать некий шаг в будущее, чтобы жизнь каждого человека стала немного лучше. А ее научный руководитель убежден, что поддержка молодых ученых – одно из основных направлений в работе вуза. Ведь именно перспективные кадры определяют вектор развития России. Научной деятельностью фактически надо заниматься со школьной скамьи. Вот у нас в университете создан центр поддержки и развития одаренных детей. Мы работаем уже с одаренными детьми, которые обучаются в школах. На базе нашего университета проходят различные соревнования, которые позволяют отобрать наиболее талантливых детей. Вот я вижу, что в университете очень много талантливой молодежи. И многие научные проблемы современные молодые решают быстрее. В планах на будущее у молодой ученой другие интересы направления в современной физике. Ну а отдохнуть от утомительных научных экспериментов помогают разные увлечения – прогулки на природе и чтение любимых книг. Но теперь после получения гранта интеллектуальная нагрузка, вероятно, станет больше, а рабочие дни в лаборатории гораздо длиннее. Замрут Гамидова, Муса Салгриев, телеканал ННТ, Махачкала. В последние годы в Дагестане настоящий туристический бум. Да и сами дагестанцы в полной мере освоили культуру досуга и приятного во времяпровождения. Кофепитие является неотъемлемой частью образа жизни современного человека. В рабочие будни бодрящий напиток прибавляет энергии и настраивает на решение сложных задач. А выходные, наоборот, являются прекрасным дополнением для отдыха. Подробнее в нашем сюжете. Расул Али Голбатцев – молодой предприниматель из Кизелюрта. Слово «молодой» здесь применимо в самом, что ни на есть прямом смысле. Ведь юноша только 16 лет, а он не побоялся и уже решил попробовать себя в серьезном бизнесе. Чтобы сделать сказку были и воплотить планы, в жизнь Расул решил не откладывать реализацию своих намерений в долгий ящик. Приехал в Махачкалу и прошел все ступени роста в бизнесе своей мечты, чтобы изнутри своими глазами увидеть, как строится это дело. Направление, выбранное Расулом для ведения собственного дела, востребовано как никогда. В родном городе он открыл филиал кофейни под вывеской популярного дагестанского бренда «ЗМ». И теперь все навыки, приобретенные в начале пути, пригодятся ему, чтобы строить самостоятельный бизнес. Всегда было вложено очень много труда, много сил, много вдохновения потрачено. Мы постарались здесь создать такой объект, который будет украшать наш город, наши ребенки-зюбюки. Разделить радость команды молодого предпринимателя пришли его друзья, коллеги и горожане, которых появление новой красивой точки на карте города не может не радовать. Вот кому хочу, как говорится, поблагодарить его, чтобы такое молодое поколение у нас идет в бизнес, чтобы развивал бизнес, чтобы Кизелюрд не стоял на месте, он, как говорится, шел впереди, обгонял другие города. Провестники Расула, которые лишь немного младше начинающего бизнесмена, увидели на его примере, что расстояние между фантазией и реальностью не такое уж большое. Главное – следовать за своей мечтой и верить в себя. Алина Багилова, Мурат Бекпарзов, телеканал ННТ «Кизелюрд». А герой нашего следующего сюжета не боится сложных задач. Он решил сразу похудеть на 15 килограммов, причем за 5 часов. Дагестанец поставил цель установить рекорд и добился успеха. 66-летний врач-стоматолог и спортсмен Богомай Губов вошел в книгу рекордов России. Рекорд дагестанец установил на стадионе имени Елены Есенбаевой в Махачкале. Наблюдал за рекордсменом и наша съемочная группа. Несмотря на свой возраст, Богомай Губов решил пойти на этот непростой рекорд. Его цель – сбросить до 15 килограммов. Для этого здесь, на стадионе, он будет бегать 5 часов, чтобы установить сразу несколько рекордов. Книги рекордов России, Дагестана и Гиннеса. Богомай Губов уже много лет успешно совмещает карьеру стоматолога и спортсмена. Он – мастер спорта, призер различных соревнований по самбо и дзюдо. Несмотря на возраст, он регулярно выступает на турнирах для ветеранов спорта и постоянно стремится улучшить свои результаты. Теперь же спортсмен из Акушинского района решил показать всему миру, как похудеть на 15 килограммов в течение 5-6 часов. Я уже это 30 лет делаю. Как начал бороться среди ветеранов, а никто не верит, что я могу. Первый раз за какие-то 6 дней я 17 килограмм скинул. И вот это понравилось. И так я каждый год гонял более 25 лет. Увидеть воочию, будет рекорд или нет, и просто поболеть за легкоатлета пришли сельчане, друзья и близкие Айгубова. Точнее говоря, для меня само это удивительно, потому что я спорт знаю не заочно, а сам занимался этим. Ну посмотрим, пожелаем удачи нашему земляку, нашему дагестанцу. Ветеран дагестанского спорта считает, что смысл жизни в том, какую память о себе он оставит потомкам. К тому же, Богомай Айгубов был абсолютно уверен в своей победе. Я уже понял, что я сильнее всех в этом регламенте, равных нету, многие не могут. Вместе со мной бегали, они полтора килограмм скидывали, а я семь-восемь. И мне это понравилось. Его дочь также признается, что с самого начала верила в успех отца, так как большую часть своей жизни он посвятил спорту. С самого детства занимается спортом. Я, сколько себя помню, все время это ежедневные пробежки, тренировки, поездки на чемпионаты. Он занимался и дзюдо, самбо, греко-римская, вольная борьба. Постоянно он становился чемпионом, всегда приезжал с золотой медалью. Поэтому я не могла не поддержать его в мечте, в этой его, потому что это была мечта его. Именно установить рекорд, рекорд России, Гиннеса и Дагестана по сгонке веса. Я в него верю, у него все получится. Ну а организовать путь к рекорду помогло Министерство спорта Республики. Мы сразу, Министерство спорта, отреагировали очень быстро. И я обратился этим письмом, сразу пришел к министру спорта Республики Дагестану, Магомеду Магомеду Юсуповичу, где нашел полное, стопроцентное понимание. Человек, духом, характером, он не простой человек. Конечно, Министерство спорта все прижило, все, что мы можем этому человеку оказать, мы ему сделали. Только надежда, что человек, то, что сказал, он сделает. Я верю в этого человека, я вижу, настрою его. Наблюдал за процессом достижения рекорда эксперт Книги рекордов России Александр Пересвет. Он считает, что благодаря таким смельчакам, как Богома и Губов, происходит оздоровление нации. Это потрясающий пример работоспособности, силы и воли для нашего подрастающего поколения. То есть, Богома сейчас дает такие правильные ориентиры. И вот, несмотря на все капризы природы, спортсмен сумел достичь своей цели. Богома и Губов сумел скинуть почти 10 килограммов. До него это никому не удавалось сделать. Рекордсмен Айгубов Богома Рабаданович. Я официально объявляю рекорд зафиксированным. Теперь рекордсмен намерен ежегодно бить свой собственный рекорд. А отснятый видеоматериал зафиксированного необычного достижения отправят в скором времени в Книгу рекордов Гиннеса. Зумруд Гамидова, Мусас Алгиреев, телеканал ННТ, Махачкала. И это главное, чем запомнилась нам эта неделя. До встречи в следующее воскресенье. Удачи вам, друзья! Редактор субтитров А.Семкин